Для чего мы занимаемся химической обработкой полосы отвода? Химия, она прекрасно дополняет механизированную уборку. Соответственно, территория становится чистой и безопасной для эксплуатации. Снижается риск возникновения пожаров. Какие услуги мы еще можем оказать нашим зрителям? Применяется в сельском хозяйстве обильно. Как мы можем с этим борщевиком бороться химическим методом? Мы начинали применять его и достаточно успешно. Короед начинает уничтожать сосны. Для защиты растений от вредителей и болезней. И еще применяется химическая обработка. Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. И с вами я, Антон Хатунцев. В этом выпуске вы увидите, как мы оказываем услугу по химической обработке линии электропередач для компании Россети. Вы узнаете, какими средствами мы пользуемся. Вы узнаете, для чего мы это делаем. Вы познакомитесь с нашим специалистом, который выполнит работу и расскажет о химической защите растений и деревьев. Поехали! Сейчас мы узнаем о химобработке под линиями электропередач в полосе отлода. И об этих работах у нас расскажет наш специалист. Давайте познакомимся. Чингис, представься. Здравствуйте! Меня зовут Караваев Чингис Александрович. Я агроном. Сейчас мы занимаемся работами по расчистками химобработки линий от сорной растительности и от травы. Да, данный участок, объем работ 50 гектаров. И работаем препаратами. Там, соответственно, препараты сплошного действия и препараты на основе глифосата, которые помогают улучшить работу. Соответственно, еще дополнительно прилипатели используем профессиональные. А расскажи об этих препаратах. Как они действуют? Какой от них достигается эффект? Искореняющая обработка идет в растительности. И в течение одного, двух, а то и трех сезонов она не восстанавливается. Происходит, соответственно, территория становится чистой и безопасной для эксплуатации. То, что нужно для данных сетей. Ясно. А как он действует? Растения через 3-5 дней они начинают увядать. И где-то через 14-17 дней начинается устойчивое полигание сорной растительности. Соответственно, уже дальше видно. И к концу сезона уже видно, что идет устойчивое отмирание, гибель и виден эффект. А можешь рассказать по расходу химикатов на площадь расчищаемой поверхности? Препараты расходуются 4-5 литров каждого из средств на гектар. Чингис, расскажи, пожалуйста, как на объекте у нас делается смесь, состав баковая смеси? В составе идет грейдер, торнадо и адил. Соответственно, все идет по прописям, соответственно, с растительностью, которая находится на полосах отчуждения. Вот еще вопрос. В каких погодных условиях необходимо заниматься химической обработкой полосы отвода? Обработка обязательно проводится в утренние или вечерние часы. Оповещается население для того, чтобы они могли убрать улья. Преимущественно, если рядом находятся улья, лучше работу производить в вечерние часы, когда пчелы уже заканчивают свой лед. Там для обработки нужна сухая безветренная погода. Расскажи, какими средствами защиты мы пользуемся? То есть респираторы, костюмы, перчатки. И насколько вредна эта химия, если не применять средства индивидуальной защиты? Препараты, особенно гербициды, они достаточно вредны для кожи человека, для дыхательных путей. Поэтому обязательные условия – это наличие защитной спецодежды, спецкостюмов, которые не имеют прорехов, качественные по исполнению. Там маски. Соответственно, маски, если панорамные, это преимущество, потому что ранние средства защиты, они были не очень удобные. Там противогазы стандартные. Дальше обязательно идет смена фильтров для защиты дыхания, резиновые перчатки для защиты кожи рук и сапоги для защиты, соответственно, ног от механических и химических повреждений. Скажи, пожалуйста, а какой расход воды у нас идет на 1 гектар? Ну, где-то 400-600 литров на гектар. Расскажи немножко о себе. Какое у тебя образование? Образование Выше заканчивал Тимиряевскую академию, потом работал и мастером озеленения в Долгопрудненском новом ОБДГБ. Учился в Институте биотехнологии в аспирантуре. После нее пошел в отдел Росельхозцентра по защите растений. И занимался защитой растений. Занимались работой по изучению размножения насекомых, вредителей. И давали данные для Министерства сельского хозяйства России. Чингисов, давай подведем итоги. Для чего, ну, чтобы поняли наши зрители, для чего мы занимаемся химической обработкой полосы отвода. Это линии электропередач, полосы отвода газовых труб, полосы отвода нефтитруб. Почему это делается именно химией, а, допустим, не механизированной? Химия, она прекрасно дополняет механизированную уборку. Поскольку защищает на достаточно длительный промежуток от нежелательной растительности. Соответственно, снижается риск возникновения пожаров и связанных с ним таких неблагоприятных явлений. Чингис, а где еще применяется химическая обработка? Для чего это? Вот помимо, допустим, полосы отвода для уничтожения растений, нежелательной растительности, древесной кустарниковой растительности. Куда мы можем, какие услуги мы еще можем оказать нашим зрителям? Кроме того, есть гербициды избирательного действия. Например, для частного применения можно обрабатывать гербицидами газоны. Соответственно, выводить нежелательную растительность, а злаковые культуры будут оставаться. Кроме того, применяется в сельском хозяйстве обильно для того, чтобы оставались злаковые культуры, росли, а нежелательная растительность умирала и не позволяла снижать качество и количество урожая. Чингис, раз уж мы отошли немножко от темы, давай расскажем нашим зрителям о злосчастном, плохом кустарнике под названием борщевик, с которым часто мы сталкиваемся и приходится его мульчировать. Как мы можем с этим борщевиком бороться химическим методом? Борщевик получается достаточно вредный сорняк. И люди, к сожалению, занимаясь механической уборкой, часто задействуют людей. Они получают сильные ожоги при работе с ними. Некоторые не понимают всей вот этой вот серьезности. При мне тоже люди и на глаза попадал сок растения, и на кожу. Я останавливал их, объяснял то, что желательно это обрабатывать химическим методом. Некоторые начинали применять его и достаточно успешно для борьбы с таким злостным сорняком и вредителем полей и придорожных полос. Он размножается и имеет очень сильную активность вегетативную, подавляя своим ростом остальные растения и занимая ареал, поля, луга и придорожную часть. А в какое время нужно бороться, допустим, с борщевиком или с ДКРом? В какой период времени? Лето, весна, осень? Когда лучше и эффективнее будет? Для борьбы с растениями это начало вегетации. Получается май, иногда бывает даже начало апреля. На фазе выхода листа, там листовая полости нарастет, она пока не огрубела, имеет наилучшие свойства для работы с ними в качестве химобработки. Мы поговорили о уничтожении нежелательной растительности ДКР, мы поговорили об уничтожении борщевика. Чингис, расскажи, пожалуйста, а какие бывают методы защиты с помощью химических препаратов, ну, допустим, каких-то от короеда, от жучков, как деревья можно защищать? Не уничтожать, а защищать. Для защиты растений от вредителей и болезней тоже существует ряд препаратов, инсектициды, фунгициды. Соответственно, некоторые работают на разных этапах, при разных температурах, от погодных условий, все это зависит достаточно серьезно. И от состояния растения самого, потому что важно, чтобы растение само боролось, там, соответственно, сад был живой-живой, свежий. Для этого применяется, например, защита от вредителей. Вредители бывают, там, и стволовые, листогрызущие. Вредители бывают, там, цветочных почек. В зависимости от этого, от фазы развития растений нужно применять препарат. И все это должно быть экономически обосновано, поскольку бывают такие моменты, что нужно сделать, но, например, обработку психологическую, например, люди не готовы. Вот, в частности, сейчас, при развитии, там, того же коронавируса, уже те же обработки желательно перенести на более поздний срок, потому что люди психологически получают порой травмы. Расскажи, вот такая есть больная тема, значит, караед. То есть, допустим, коттеджный поселок, он находится в сосновом лесу, караед начинает уничтожать сосны. Сосны начинают по очереди высыхать, отмирать. Как нам эту проблему поведить? Для этого применяются препараты, системные препараты мы проливаем под корень с микроэлементами. И, получается, делаем концентрат препарата, растение начинает вытеснять смолу, оборот сама. И, кроме того, мы делаем химобработку стволов от вредителя. По аэрозольным опрыскателям мы пробиваем на высоту 12-15 метров. Можно, конечно, залезать еще наверх с помощью альп-снаряжения, но это достаточно дорогая операция. И не каждый бюджет выдерживает данный вид работы. Сингис, спасибо за полезную информацию. Ребята, будут интересовать вопросы, задаем эти вопросы в комментариях. Подписываемся на канал, ставим лося вверх. Обязательно колокольчик уведомительный. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»